Всем привет! Давно не виделись. У нас с вами впереди предстоит ряд видео про китайские ножи, потому что про американские ножи я пока вроде ничего не жду, да и к Новому году ничего не выходит, что нечего мне взять для вас, показать у Феди. Поэтому сегодня речь пойдет о первом таком ноже, который позиционируется от бренда Andy Manufacture, производства Andy. И Andy как будто бы делает свои коробочки для обзорщиков, что тебе не нужно ничего замерять, все характеристики ножа написаны на его коробке. Ну и давайте заглянем, что вовнутрь. Это, скажем так, это фронталка, это то, как китайцы видят идеальную халу. И как только вы достаете коробочку, внутри лежит сразу вот так вот в пакетике нож, я вам сейчас про него расскажу. Ну и, собственно, когда мы открываем коробочку и видим вот такой чехол с вот такой вот надписью, я думаю, все мы с вами догадываемся, что на самом деле это никакое не производство Andy, а что это производство все того же Бэтмена, да. Это бренд Бэт, который делает фронталки, ультратеки, что он там у нас делает, халы, халы VG-10 в обкладках. Ну и, собственно, это тоже является, скажем так, его производством. Кто здесь занимался дизайном, я вам не могу сказать, наверное, Andy. Вот такой вот у Andy не очень, скажем, вида логотип, но в остальном, я вам скажу честно, нож меня порадовал, приятно на самом деле порадовал. Китайцы, если вы посмотрите, прикрутили клипсу, китайцы сделали накладку, как на кастомном ЦФО, сделали даже вот здесь вот предохранитель на хале, как раз для тех, кто переживал, останется ли он без потомства или нет. Сделали вот такую вот карбоновую вставочку, но вот на недорогих ножах, на самом деле, у китайцев с подгонкой карбона проблема, потому что это волокно тонкое, углеволокно, и оно вот расходится. Настоящий, ненастоящий карбон, ребят, да даже не возьмусь судить, так видно, что тонкие волосинки оттуда вот торчат, похоже, что настоящий, но настоящий, ненастоящий, не возьмусь обсуждать. Давайте, значит, посмотрим. Это, скажем так, вариация на тему хала, китайской хала-3, скажем так, это уменьшенного размера, значит, я поставлю коробочку поудобнее, чтобы на нее подглядывать. Значит, нож совсем не тяжелый, 107 грамм, носил целый день на кармане, очень понравилось. Кстати, название туш, как мне сказал один человек, это вариация на тему перевода клык. Не туз, а туш, клык. Ну, в общем, ладно, не важно, вот. Что я вам скажу? Нож удобный, нож не тяжелый. Единственное, что немножко не нравится, как мне реализован как предохранитель, он делал лучше, чем на всяких газах, да, без вот этого кругляшка, но он достаточно такой колючий, и вот когда вот в таком положении, вы видите, выпирает из рукоятки, что его переключать без перчатки, ну, скажем так, не самая приятная затея, но и не могу сказать, что там вас это как-то может поранить. Значит, вот такой вот клинок, вот такой вот клинок у нас здесь с вами, и я вам скажу честно, что вживую этот клин выглядит куда лучше, чем то, что я видел на картинке. Потому что то, что я видел на картинке, меня немножко сначала смутило, но я думаю, что, ладно, надо попробовать. Сейчас я камеру, ребят, чуть настрою. Надо попробовать, потому что, ну, понимать. Мне на картинке этот клин больше всего напоминал, знаете, что к выставке NSM, которая прошла вот не так давно у нас, летом, или осенью даже прошла, Microtec выпускали серию трудонов с похожим клинком, тоже зеленая рукоятка, сносверленные отверстия, ну, и мне бы хотелось понимать, как бы, как он выглядит. Вживую выглядит клинок вообще, если честно, ребят, отлично. Что качество гринда, как бы, ну, тут сатин, все отверстия, фасочки, по обуху, посмотрите, да, все очень симметрично. Единственное, обратил внимание, что здесь вот место, за которое цепляется кнопка, да, что оно сделано на манер именно HAL-4 с одной стороны, да, либо там CFO скорее. Потому что у HAL-ы это отверстие, ну, сквозное. А здесь же все-таки такая вот вольная переработка. Ну, и, в общем, что мы здесь с вами имеем, ребят? Мы с вами имеем 98 мм длина клинка, толщина клинка заявленная 3,7, сталька заявлена D2, как обычно, 58-59 единиц по роквеллу. Значит, алюминий 60-61, не знаю, не проверим. Вот. Ну, и, в принципе, мои ощущения. Самое главное, ребят, в этих ножах, я думаю, всех всегда интересуют люфты. Что касаемо люфтов вертикальных, их нет вообще. Вот я даже пытаюсь, чтобы вы услышали щелканье, вообще нет. Что касается люфта горизонтального, он, безусловно, присутствует, но совсем-совсем в небольшой мере. Я не знаю, сфокусируется камера, не сфокусируется. Ну, вот даже не знаю вам, как показать. Присутствует, но вообще в очень-очень малой степени. Что понравилось? Понравилось, конечно, безусловно, качество изготовления. Посмотрите, во всех отверстиях снята фаска. Обух тоже не острый, аккуратно снята фасочка. Везде аккуратный сатин. Ну, и, ребят, конечно, сам клинок. Это такое более, скажем, более классическая танта. В его настоящем исполнении, да, там, наиболее близкая, наверное, к японцам, чем Американ танта. Это то, что мы с вами привыкли видеть. Рубленные грани. Здесь такой, все-таки, полукруг. Ну, и что я вам могу сказать? Да, понравился, не тяжело, удобно располагается в кармане. Вот такой алюминиевый чарджер. Вот так вот все здесь выглядит. Вот такой алюминиевый чарджер. Ну, и, кстати, обратите внимание, что застежка здесь сделана тоже именно на манер HALA 4. Да, чем нежели HALA 5 или 3. Вот. Молодцы, скажем. Я думаю, что единственный момент, что какие у меня есть вопросы к ножу, это, конечно, вот здесь вот подгоночка по карбону. Сейчас я давайте попробую свет поближе поставить. Вот подгоночка по карбону, может быть, у меня есть вопрос. Ну, и, наверное, вот к этому логотипу, что, может быть, он не совсем уместно смотрится. А во всем остальном, давайте посмотрим, что вот здесь все подогнано отлично. Что по всей плоскости все везде попадает. Очень хорошо, аккуратно подогнано. Не вылетал у меня ни разу лайнер при открытии, чарджер при открытии, шата какого-то у него в закрытом состоянии тоже нет, который бы хрустел или похрустывал. Поэтому я вполне могу рекомендовать этот нож. Там, где я взял, как обычно, все тот же магазин, ссылочки в описании, стоит совсем небольших денег. И да, вполне неплохо, учитывая, что, допустим, вот у меня есть доступ к лазеру. И я, в принципе, могу вообще здесь делать все, что угодно. Это будет и недорого, и я могу этот нож индивидуализировать как угодно. Вопрос того, что родные надписи немножко, ну, как бы, может быть, кого-то смутят. Тем более, вот здесь прям, здесь вот именно не маркировка, а прям, ну, гравировка, она такая прям, ну, прям, я ее чувствую пальцами. Если вот здесь надпись практически не чувствую, она как будто бы краской, но при этом это все-таки лазер. Во всем остальном, вещь шикарная, учитывая, что есть предохранитель, который предохраняет это открытие. Потому что мы с вами уже видели, что и на пятерках, на китайских клинок выскакивает, если вот так положить, и на четверках, на двух вариациях. Но, тем не менее, здесь все неплохо. И самое главное, ребята, это, конечно, цена и, безусловно, люфты. Что люфты очень близкие к оригиналу, у меня была и не одна оригинальная хала. Минимальные, минимальные. Вот, поэтому вот такой вот интересный нож. Ну, не знаю, хотите, давайте замерим еще сведение. Потому что я как бы понимаю, что хала это, в принципе, не нож для реза, но, тем не менее, может быть, кому-то будет интересно. Так, сейчас. Ну, врать, ребят, не буду, 0.55. 0.55, давайте посмотрим вот здесь ближе к кончику. О, ну здесь, да, здесь будет пошире. 0.85. 0.55 на средней части, 0.85 вот здесь вот. Ну, порадовало, опять же, повторюсь, что все сделано очень аккуратно, что везде симметричный подвод и симметрично по обуху, да, все сделано. Что даже если такую вещь точить, я думаю, будет меньше проблем с шириной подводов. Потому что, допустим, я как-то покупал китайскую халу 3, и когда ее начали точить, то выяснилось, что она сильно по-разному спущена. Даже при том, что она сверху вроде бы была более-менее симметричная, что она была очень по-разному спущена. И с одной стороны подвод там был 4 мм, а с другой стороны 2. Вот, ну, так вот, чисто визуально, я думаю, здесь такой проблемы не будет. Самое интересное, что если посмотреть, не знаю, как вам показать, может быть, вот так, что даже, не знаю, камера передаст, нет, что даже грани схождения танта попадают друг в друга, там, ну, с разницей, там, может быть, в полмиллиметра. Что это тоже очень неплохо. Ну, и, конечно, качество сатина тоже порадовало продольный на Рикосо и обычный машинный на спусках. Ну, вот, поэтому, наверное, на этом и все. Нож вполне приличный, тем более за свои деньги. Д2, не Д2, не знаю, но, в принципе, даже если стоит там 9 хром, ничего страшного на самом деле. Вот, ссылочки в описании.